Павел Николаевич, другой вопрос. Что касается Дома культуры, там что, свет появился? Что там происходит? Я не знаю, что там происходит. Я же был в командировках. Знаю только одно. Письмо интересное из прокуратуры пришло, что они там усматривают уголовное наказуемое деяние, но пока не могут разобраться, кто же должен вести это уголовное дело. То ли следственный комитет, то ли следственное управление полицией. Что там происходит противоправное действие, это уже известно всем. Другое дело, что в этом безобразии участвуют муниципальные власти. Они уже этого не скрывают. Потому что понятно, что... Ну и суды, естественно, неправомерные решения судов. Поэтому спортзал работает прекрасно. Сейчас там установится новое оборудование. Я думаю, что как только мы... А там же как ситуация? Они подали в суд, получили обеспечительные меры, поэтому мы не можем их оттуда выселить, потому что мы не можем нарушить решение суда. Но одновременно потом затягивают судебные процессы по существу. И вот сейчас вот они... Ну, естественно, судья отправил в арбитражный суд. Арбитражный суд сейчас, наверное, вернет обратно, потому что есть жалоба. То есть вот этот футбол будет продолжаться долго, хотя все прекрасно знают, что они там находятся незаконно. Ну и эти абсолютно глупые люди, которые понимают, что и дети-то от них ушли, там же нет детей. И поэтому пытаются что-то там сделать. Они не могут включить электричество, потому что у них ответственности за электрохозяйство нет. Они практически ставят под удар прожарную безопасность, потому что они до сих пор не выполнили наше предписание. Да и они вообще не могут там находиться. Поэтому мы их предупредили о том, что в любом случае мы не будем терпеть нарушение закона. Мы, кстати, готовимся в Дворце культуры к ремонту. В втором квартале этого года ремонт начнется, он капитальный. И поэтому там в любом случае все нужно будет убрать. Ну и имущество вывезти. И потом там же придется вскрыть полы для того, чтобы поменять. Вот с момента основания Дворца культуры, это, по-моему, 70-х. В общем, с 70-х годов прошлого века там не менялись трубопроводы. Там всех на хомутах. А некоторые трубопроводы там замурованы. Поэтому мы сейчас будем вскрывать полы, потолки, перекладывать там трубы, перетягивать электрические сети. Потому что там тоже довольно... Ну, они устарели просто реально. Тоже, по-моему, с 70-х годов прошлого века проводка не менялась. То есть это капитальный ремонт. Вот они нам мешают сейчас. Так они препятствуют, получается, собственнику вообще... Да, 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 брось слушать. На входе стоят палки. Я не знаю, но это просто меня сильно очень, так сказать, удивило, что стоит мальчик в спортивном костюме, в капюшоне, в помещении, в маске, прикрытое лицо, руки в карманы, в трениках. Это чоп такой, что ли, у муниципалитета? Это бандиты обыкновенные. Еще раз. Если вы помните вот эти видео, когда прибежало там 30 пацанов, да? Они за день до этого бегали с плакатами, а потом прибежали туда. Они что, жители местные? Ни одного там местного жителя. Кто они? Чоповцы? Да нет, они не чоповцы. Это обыкновенный шелупонь какая-то, которая нанята ротой Агро для того, чтобы... Другое дело, что там их контролируют из боевого братства люди, которые получают гранты от президента, чтобы работать с молодежью. Вот они таким образом работают с молодежью. Там все замкнулось. Боевое братство, которое работает с молодежью, которые вот это вот, не понимают, что они делают, они занимаются противоправными действиями. Они толкают и молодежи. Да, время от времени. Но единственное, что может быть иногда хорошо, они хоть лопаты иногда берут в руки и что-то начинают там... Ну, немного очищают. А все остальное, ну, это обыкновенные бандиты, хулиганы. Сам этот директор, невнятный, непонятный, без любого образования, кроме военного, который решил тут порядки устанавливать. Он там осаду и делал. Ну, да. Без операции решили. И какие-то там, помните, у вас там был этот... Червяков какой-то там еще. В общем, шушера. Вот просто шушера. И все. Которая поддержана властью. Никуда не денешься. Ну, я понимаю, что наша голова без губернатора ничего не делает. И все это укладывается в рейдовский захват, который поддержан властью. Больше ничего. Ну, а мы пытаемся отстоять закон на местном. Не нарушая закон наши, скажем так, условия проживания. Поэтому временно территория социального оптимизма там прекратилась. Началась территория социального пессимизма. Но, понимаете, все, что они делают, это же тоже очень интересно. После смены Добрянкова на Извекова и передачи в их ведение вот этого старого поселка, вы видите, что там творится. Они начали командовать мусорными площадками, посмотрите, что там творится. И только благодаря усилиям Гавшины мусор вывозится. А на развилке вообще не вывозится уже там днями целыми, иногда и неделями. Мы видим прекрасно, что происходит во всей территории Ленинского района с дорогами, с уборкой снега. Мы в этом отношении просто как день и ночь отличаемся. Но как только они хоть куда-то приходят, что сейчас там творится в школе, мы это видим. Поэтому любые их действия направлены на то, чтобы поставить не местного, а какого-то чужого человека, приводят к ухудшению жизни населения. Вот яркий пример с Датцом культуры. Как только там появился человек, который не живет в совхозе, который команда им дает даже уже не район, а рота агро, и он, кстати, последний, он стал кричать, у нас мажоритарные акционеры. Кто такие? Он даже не знает, кто такое мажоритарные акционеры и что они имеют право делать. Ну вот верещит. Ну ясно, что когда-то получил военное образование, а так по большому счету не очень. И вот он что-то там рассказывает. А дальше мы должны этот путь пройти. Если бы суды были внятными и компетентными, уже отменили бы меры, так называемые, обеспечительные, мы бы уже давно начали проводить ремонт, и после этого дети бы уже жили в нормальных условиях, как это случилось с спортзалом. Поэтому будем бороться. Ну, поддержка жителей очень важна. Вот видите, там все же нас поддерживают.